В прошлом видео я сетовал на лёгкость новой игры плюс и был прав, но разве что в своей наивности. Впрочем, и вы видели, что мобы не доставляли никакого сопротивления, умирая от первого удара. Но всё изменилось. На горизонте появилось висельное дерево, а значит мы на территории Велена. Топи, болото, война и множество ужасных тварей, скрывающих свои сокровища. Убирая лёгкость новой игры. И что в неё всё-таки интересно играть. Вспомните себя, когда вы в первый раз прибыли в Велен. Наконец открылся огромный мир, а не лягушатник белого сада. Иди куда хочешь, убивай кого хочешь, хотя на деле уйди во фриплей после открытия ближайших знаков вопросов, убивали обычно вас. Я прям сейчас помню, как был в лютом ужасе от того, что уровень врагов был на 5, а то и на 10 уровней выше моего. И на тот момент я ничего не мог им противопоставить. У меня не было ни снаряжения на выбор, ведь каждый новый меч или броня с более высокими показателями становились основными. Ни вариативности в билде, ведь когда у тебя всего с трудом открыто 3 полных умения, вариативности быть не может. Я сражался, я пытался, умирал и воскрешался, но... Уходил проигравшим. Ну вот, я вижу дерево, на ветвях которого висят убийцы, грабители, дезертиры. За моей спиной меч рыцаря Туссента и меч владычицы озера Орандит. На мне доспех школы Монтикоры, а за плечами более 50 уровней. И я вновь, парадоксально, но первый раз в Велине, и уже без тех ограничений, которые были в самом начале. С первого же шага мои действия отличаются от тех, которые я делал в том, другом мире. Я спасаю тех, кого убивал, и убиваю тех, кого спасал. И иду туда, куда захочу. Я сразу отправляюсь по местам силы, чтобы стать еще сильнее. И враги, чей уровень мне даже неизвестен, не помеха. Под каждый бой, для каждого врага, я могу выбрать свою тактику и свой стиль. Ведь в моих руках гроссмейстерские мечи и доспехи пяти ведьмачьих школ. В моей крови улучшены мутации, а мое тело и навыки закалены не одним десятком смертельных боев. И при необходимости готова применять любые из них. Я не спешу. Я знаю, что ждет меня впереди. Я знаю, что помех для меня быть не может. И я знаю, что в этот раз я выйду победителем. Вот такое вот у меня теперь впечатление от новой игры Плюс. Куда лучше, чем было в Белом Суду. Но если брать конкретные вещи, то... Во-первых, играя в новую игру Плюс, вы уже не играете в основную сюжетную линию, так как вы ее знаете. Знаете, что ждет вас, например, через пять минут. Вы можете проходить так же, как и первый раз, а можете выбрать другие ответы и посмотреть, что будет. Но конец вам все равно известен. И из-за этого игра воспринимается совсем иначе. Вы как будто смотрите любимый фильм второй, третий, пятый раз, с каждым разом все глубже погружаясь в сюжет. Вы видите то, на что ранее не обращали внимания. А ведь в отличие от фильмов, в играх еще есть геймплей, от которого также получаешь совсем иные впечатления. Во-вторых, это сами квесты и их вариативность. Понятное дело, что нам известны и все три концовки основной сюжетной линии. И концовки дополнений. Но во время странствий попадается множество мелких квестов, о выборе, в которых не особо задумываешься. А сейчас, выбирая другие варианты диалога, я уже несколько раз ловил себя на мыслях. Ха! А я и не знал, что так можно. Ух ты, вот это поворот. Хотя, лично я все чаще. Забирая последние деньги, отказываясь в спасении, или убивая очередного невинного пьяница. Думаю. Ну я и сволочь. Ну а третий пункт. Это враги. Сильные враги. Это то, что я показываю вам на протяжении всего видео. И это реально доставляет и испытывает ваш билд. Я понял, что мой билд идеален для мобов моего уровня. Ну, максимум плюс пять. Враги на десять и более уровней выше убивают с одного удара. А значит, никакого толка в умениях на защиту, повышение здоровья или восстановление хп нет. Потому я быстро сделал себе перебилд, максимизировав урон и крошил врагов, чей уровень мне даже неизвестен. Такого удовольствия от сражения я, честно признаюсь, давно не испытывал. И в отличие от оригинальной игры, сейчас в моем распоряжении есть все сеты и достаточно умения, чтобы делать перебилд хоть под каждого врага. Если же вы все еще сомневаетесь, будет ли вам интересна игра по второму кругу, то я вам скажу, будет. Помимо всего того, что я обозначил выше, не забывайте. Ведьмак 3 это большая песочница. И найти занятия по духу себе тут могут все. Вот и все на сегодня. Спасибо за внимание, видео заслужило лайк, а я подписки на канал. В следующем видео я попробую сделать билд на возврат урона. По ощущению, ничего хорошего из этого не выйдет, но посмотрим. А увидимся в следующем видео и на этом всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok